Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы День Люди События. Сегодня говорим о событии 27 ноября. В торговых рядах на Красной площади, то место, которое сейчас занимает ГУМа, уже в 17 веке сосредоточивалась почти вся розничная и оптовая торговля Москвы. Однако во второй половине 19 века, когда начался бурный рост промышленности и торговли в России, старые торговые ряды уже не отвечали требованиям времени и масштабам торговли, да и просто были в аварийном состоянии. 27 ноября 1888 года московские власти объявили конкурс на лучший проект здания, который заменил об обветчалое строение верхних торговых рядов. В феврале 1889 года комиссия приступила к рассмотрению конкурсных работ. В залах исторического музея было представлено 23 проекта. Первой премии удостоился профессор архитектуры Петербургской академии художеств померанцев, основные достоинства его предложения, рациональность и экономичность, наиболее полной соответствовали условиям конкурса, отвечая художественным и градостроительным требованиям. Первой премией удостоился профессор архитектуры Петербургской академии художеств померанцев, основные достоинства его предложения, рациональность и экономичность, наиболее полной соответствовали условиям конкурса, отвечая художественным и градостроительным требованиям. В мае 1890 года состоялась закладка здания, а в декабре 1893 года самый большой московский торговый комплекс был освящен и торжественно открыт при огромном стечении городского начальства, знати простых людей. По случаю знаменательного события был отслужен молебен. После этого великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна, а также другие почетные гости, осмотрели ряды, выражая удовольствие по сооружению всего грациозного и изящного здания в столице. Вся торговая площадь была поделена между торговцами на салоны. Они поражали прекрасной мебелью, обилим зеркал и богатой отделкой. В 322 отделах магазина, расположенных на три этажах, в продаже имелись практически все группы промышленных и продовольственных товаров. Подвальное помещение использовалось для оптовой торговли. Места в верхних торговых рядах сдавались наиболее известным фирмам. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.